Финансовые мошенники наращивают утраченную активность. С конца февраля и до середины весны, то есть с началом военной операции, количество нежелательных звонков и вредоносных рассылок в стране сократилось. Но уже с мая эксперты снова отмечают их рост. По данным Банка России, в первом полугодии кибермошенники совершили 470 тысяч краж. Со счетов жертв незаконно списали более 6 миллиардов рублей. Не намного меньше было год назад. Методы тоже остаются схожими. Больше всего денег похищается через онлайн-банк и приложения банков в смартфоне. Они позволяют управлять средствами дистанционно. Злоумышленники выманивают конфиденциальные данные, например, одноразовые коды доступа, и опустошают счет. Либо же вынуждают жертву под разными предлогами перечислить деньги. Сценарии обмана часто привязаны к актуальной повестке. Так, после ухода из России западных брендов, интернет-мошенники стали создавать сайты, где якобы можно купить санкционные товары. Введя данные карты, доверчивые покупатели лишаются денег. Регулятор выявляет подобные сайты и инициирует их блокировку. За полгода разделегировано более 2,5 тысяч доменных имен. За это же время выявлено около 200 тысяч мошеннических телефонных номеров. С 1 октября россияне получат возможность самостоятельно защититься от подобных афер. Клиенты банков смогут устанавливать запрет или ограничения на онлайн-операции по своему счету. Например, можно будет определить максимальную сумму для переводов или общий лимит на месяц. Советуем присмотреться к этой опции, особенно если вы доверчивы и легко поддаетесь чужому влиянию. Продолжение следует...